С вами Юля и рубрика Teaching Kids. В прошлом выпуске, как успокоить ребенка, в самом конце я сказала, что прежде всего нужно успокоить маму. Поэтому сегодняшний выпуск мамы для вас. Поговорим о том, как не забыть английский и как выжить в декрете. Заголовок. Есть ли жизнь в декрете? Нету жизни. Положительных сторон в декрете много, да? Дайте вспомнить хоть одну. Не, ну если серьезно, конечно, много. Много радостей. Это ежедневное общение с малышом. Каждый день вы учитесь чему-то новому. Это первая улыбка, первые шаги, первые достижения. Я чувствую себя нужно и важно. Это очень fulfilling и rewarding. И как бонус постоянной прогулки на свежем воздухе. Может быть, поэтому я не выгляжу такой уставшей, выгляжу не такой зомби. Вот. И к тому же физическая активность. Это важно. Самая большая проблема в том, что ты постоянно привязан к малышу и абсолютно не хватает времени на себя. Случаются постоянные капризы, истерики. И, конечно, нужно иметь выдержку, чтобы не срываться. Это очень сложно, особенно, когда ты не досыпаешь. И, знаете, нельзя сделать, как раньше, так. Ой, устала, пойду, прилягу. Сейчас, даже если у тебя температура 38 или 39, это абсолютно никого не волнует. Ты встаешь, собираешься, идешь гулять, кушаете. И все абсолютно по тому же сценарию, как и обычно. На самом деле, моя собственная жизнь начинается с 9 часов, в лучшем случае. И к тому же, знаете, вот всю эту ситуацию усугубляет вот такая бесконечная, дурацкая, домашняя работа. Ну, всех напугало, тогда идем дальше. То, что там пока мне кухню разнесет, пока я тут выпуск сниму. Чтобы не задохнуться в этой рутине, должно быть какое-то любимое занятие. В моем случае выбор очевиден. Это моя работа, по которой я очень скучаю. Учителям английского или тем, кто его хорошо знает, в этом плане очень повезло. Можно не выпадать в процессы. Задолго до декрета я приняла решение, что буду воспитывать билингвального ребенка. По двум причинам. Ну, во-первых, для себя любимая, прежде всего, потому что это постоянно практика. Я учу постоянно новые слова на форумах англомам, в словарях. Тут есть, конечно, тоже свои сложности. Если вам интересно, я могу рассказать об этом попозже более подробно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно. И вторая причина в том, чтобы я не хочу, чтобы малыш позже сталкивался с проблемами в школе или университете. У него будет уже такая база. Также в декрете я не переставала преподавать. Вначале это было три ученика, даже четыре. Но затем, когда уже Тоша подрастал, становился более активным, это сложно. Поэтому сейчас у меня один, вот скоро два ученика. Но, тем не менее, это такая отдушина, когда ты не только оттачиваешь свое профессиональное мастерство, но это еще и такая возможность поговорить на отвлеченные темы. Потому что, знаешь, приходишь на площадку, и одно и то же, дети, дети. Go, go, go somewhere. Go, go, go. Кроме уроков, также пишу статьи для Sky Teach. Немного, всего лишь примерно 4 в месяц. Но это для меня возможность что-то узнать новое. Поделиться советами. И приятное дополнение. Кроме работы, поддерживаю английский с помощью сериалов или книг. Вот такую книжечку сейчас читаю, карандашиком подчеркиваю полезные выражения. И очень люблю сериалы, потому что классный способ не только тренировать речь на слух, но и имитировать акценты. Вот иногда удается мне посмотреть полсерии, но это лучше, чем ничего. Кстати, еще один способ вспомнить английский, это участие в Олимпиаде от Sky Teach и Cambridge Assessment Center. В этом году проходит в двух категориях для учителей и для любителей. Тысячи участников, интересные задания, такой классный челлендж, я обязательно поучаствую сама. Ссылка на соревнования под видео и, конечно же, участие бесплатное. Как где же взять время на работу и на свое развитие? Конечно же, без помощи бабушек и мам не обойтись. Когда мне нужно провести онлайн-занятие, очень удобно, то папа гуляет с ребенком на улице. А если не хочет, как-то не хочет, у меня же работа. Такой прекрасный способ. С рождения приучала Тошу занимать себя и проводить хотя бы немножечко времени без мамы. Начинали мы с пяти минут и сейчас вот потихонечку растянули, ну, примерно даже до сорока. Обычно вся домашняя работа на мамах, она занимает очень много времени. Но когда ребенок спит дневное время, то я в приоритет ставлю, конечно же, написание статей. И английский язык можно учить вместе с ребенком. Да, я уже говорила, что я учу очень много новых слов, ну, бытового характера. Но иногда вместо чтения детских книг я беру свою книгу и читаю вслух. Это полезно и классно для нас обоих, да? Если вы в декрете, напишите в комментариях, как вы поддерживаете профессиональный уровень английского. А на сегодня все. Ждем ваших лайков и комментариев с нетерпением. Подписывайтесь на наш YouTube канал Скатичь и нажимайте колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Также заглядывайте в сообщество, где мы будем делиться полезными рекомендациями и жизнью канала. Оставайтесь с нами, берегите себя, мамы. Пока-пока. It is written, happy mom. Mom is not always happy. She doesn't even have time to iron her shirt. Yes. Тик-ток. Жуз. С вами был Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»